Мы аккуратно с вами открываем окошко Тихо, тихо, тихо Вы понимаете, какая ситуация вообще плачевная максимально Ну что ж, друзья, наши воровские будни продолжаются И кто ж его знает, какие приключения нас ждал сегодня Но я уверен, на 100% день будет весьма насыщенно Ну что ж, всем огромный привет, дорогие друзья С вами по-прежнему Олежа Кофи И добро пожаловать на продолжение нашего прохождения Такой игрушки, как Симулятор Вора, часть 2 И напоминаю, что мы проходим его на хардкоре И это действительно сложно Ну что ж, перед началом этого ролика Вам я хочу пожелать приятного просмотра И, конечно же, приятного аппетита Не забывайте заранее, прижимая кнопочку лайка И подписываться на канал Мне правда безумно приятно И безумно приятно читать комментарии Которые вы оставляете под каждым роликом Особенно подсказки, которые вы всё время закидываете в комменты Вот за это огромное спасибо Потому что без этого я бы точно никак не справился Ну что ж, сегодня нас, как я уже и сказал Ждёт очень насыщенный день А всё почему? Потому что, возможно, сегодня нас ожидает Первый нормальный автогон Не тот, который был в предыдущей серии Когда мы с вами угнали, блин, автопогрузчик Который вообще никому не нужен А реально нормальную машину Вот на это я реально рассчитываю Ну что ж, прежде чем нам приступить к нашему очередному заданию Нам для начала надо освоить автогон уровень 1 И купить устройство для взлого машины Поэтому давайте с этого мы с вами-то и начнём Также, друзья, вы написали в комментариях Что я, оказывается, могу откладывать деньги в банк И тем самым, когда меня будут находить Когда меня будут арестовывать Я не буду ничего терять Но тут проблема заключается в другом То есть вот у нас есть банк Мы здесь можем закидывать свои деньги И даже зарабатывать на процентах Если они будут просто лежать И мы их вообще даже трогать не будем Но тут проблема Класть-то нечего, понимаете, да? Мне кажется, я самый бедный вор на районе Ну серьёзно, у меня денег просто нет Те деньги, которые у меня сейчас есть Мы их просто потратим на то, чтобы купить это устройство для взлома автомобиля И всё, денег просто больше не будет Поэтому пока что с этим мы, к сожалению, повременим Но вот единственное, в чём я до сих пор не разобрался Это посылки, которые у нас есть Мы очень часто с вами подбирали всякие коды посылок Но как их активировать и где их находить Вообще, я, честно говоря, не знаю Вот у нас даже есть отдельное приложение У нас есть вот три каких-то записки Но где их получать, я так этого и не понял Надеюсь, знаете вы и напишите про это в комментариях Ну что ж, давайте для начала Мы с вами зайдём вот на вот этот сайтецкий, да? И нам надо с вами купить устройство Вот оно Устройство взлома дверей машины Пять тысяч долларов Это большие деньги Но, я думаю, это окупится Ведь машины будут продаваться за очень большие деньги Всё Устройство мы с вами купили И, насколько я помню, мы с вами прокачивали уже, соответственно, уровень навыка Итак, угнать красную машину из 106-го дома Найс! Сегодня нас ждёт автоугол Нормальный автоугол! Ну что ж, давайте ответим Алё Чё молчим, а? Морозимся Я жду свою долю Ты без меня никуда Сигали Не понял Ага Значит, угоняем машину Ворота открываю в последнюю очередь Это наделает шуму Блин, ну вот, кстати, он так-так прав вообще, да? Автоугол это на самом деле не такая уж и простая штука Но я надеюсь, что у нас получится сегодня воплотить эту идею Эту задумку в реальность Пожелайте, пожалуйста, удачи Потому что нас с вами ожидают действительно очень-очень интересная миссия Так, подожди, 106-й дом У нас же открылась теперь ещё и вторая улица с более роскошными домами Но нам, по-моему, всё равно нужно на Мэдисон-стрит Потому что первая машина, 106-й дом находится, по-моему, именно там Ой, ну я прям в предвкушении Я прям в реале, ребята, всё, понимаете? Ну я уже ладно Мы с вами на опыте Мы с вами профессионалы Мы с вами знатоки своего дела Поэтому я думаю, у нас обязательно всё получится Ну и, понимаете, по классике Ну и, конечно, меня крашет! Ну, я не понял Каждый раз крашет Да уже бесит, реально Ну что ж, всё Мы снова в игре Мы готовы продолжать Конечно, не самый лучший старт, который я хотел бы, наверное, видеть Но так или иначе Давайте приступим Итак, нам нужен 106-й дом И вот он как раз-таки находится справа от нас Ой, нет По-моему, мы уже разочек в нём были Да, и там как раз-таки у нас живёт сразу три человека Ну ладно, проблем это, собственно говоря, нет никакой Потому что мы сейчас запархуем машину где-нибудь А вот прям тут неподалёку на парковочке Чтобы не привлекать лишнего внимания И всё И будем приступать к нашим воровским делам А как иначе? Ну что ж, ребят Я надеюсь, вы готовы к нашему первому автоугону? Я надеюсь, у нас всё обязательно получится Опять же, давайте сейчас, наверное, подойдём к дому И узнаем график жильцов Соответственно, сейчас они находятся в доме За исключением одного человека, которого дома нет Один находится на крыльце Крыльцо, по-моему, находится у нас с передней части Да, нет, где, подожди Крыльцо же тут должно быть, нет? Я что-то не вижу тут никак А, вон он сидит, смотри, а Затаился Вот как раз-таки как будто в предвкушении чего-то, что должно произойти Соответственно, к кровати он пойдёт у нас в 10 часов вечера Ладно, что, была не была Как я уже и говорил, мы с вами, ну, воришки на опте У нас с вами действительно хорошая история Мы с вами действительно профессионалы своего дела Вот единственная проблема заключается в том, что Второй человек, он сидит у нас на заднем дворе То есть, соответственно, те, кто находятся в этом доме, они все Ну да, вон там женщина сидела Они, соответственно, все снаружи То есть, дом вообще пустой Вот как будто бы Подожди, а разве тут? Ай, блин Вот это очень плохо, и я объясню, почему Мы пока что сейчас не можем зайти внутрь Потому что, к сожалению, все у нас, ну, где-то вот на улице тусуются А единственный вариант зайти в этот дом Это либо с передней стороны, либо с задней стороны через ворота А вот все остальные у нас варианты захода, всё, больше никаких нет Поэтому единственный вариант тут, наверное, только ждать, пока они отойдут Потому что через эту дверь мы не можем пройти Через палетки мы перепрыгнуть не можем И через центральную парадную дверь мы также зайти не можем Хотя я знаю про то, что там можно залезть через боковое окно Потому что мы уже были в этом доме И там натворили много-много интересных дел Ну так или иначе, нам нужно ждать, пока хотя бы кто-нибудь уйдёт на задний двор И вот вроде вот этот человек должен уже пойти совсем скоро А, подожди, стой, девушка, девушка, которая на заднем дворе была, она ушла Подожди, надо проверить, надо проверить И опять же мы с вами делаем всё максимально втихаря Потому что по-другому мы с вами делать эту миссию не можем Да, вроде бы на задней стороне никого нету Поэтому сейчас мы с вами сделаем всё, как настоящий профессионал А так, и аккуратненько Вот постепенно Ребят, я читал комментарии, да Я знаю, что вам это не нравится, когда я вышибал эту дверь с ноги Просто в буквальном смысле Но я научился, так сказать, всем этим делам Поэтому всё, каждую миссию, каждое задание, каждую дверь И я буду держать под контролем, вы вообще не переживайте Итак, наша первая цель, наша машина Это чё за тачка? Ооо, это Мерседес! Это старенький Мерседес Это прям то, что нам нужно Вот это прям кайф! Так, и аккуратно приоткрываем окошко Отлично Так, соответственно, у нас какая проблема? Я не помню, как ворота открывать нужно Вот это вот самое сложное Ну, давайте попробуем Так, здесь на картонах Вот это у нас что? Пульт от гаража Всё, соответственно, здесь у нас и открывается дверь Про нас вообще ещё пока что никто ничего не знает Поэтому у нас сейчас есть как раз-таки тот самый шанс угнать этот автомобиль Ну что ж, пожелайте удачи, давайте приступим А я не привлеку так себе внимание Как будто бы это слишком громко, нет? Всё? Это так легко? Подожди, я могу сразу завести машину или как? Или мне нужно будет ещё с проводами поиграть? Подожди Да, ну вот, пожалуйста Итак А чего? Раз Два Три Я надеюсь, я запомню Идиот, я завёл машину Это же слышно От чьё никто не пришёл даже? Так, окей Вот как только я нажимаю на эту кнопку Начинается полнейшая суета Прям полнейшая Я надеюсь, кстати, ворота, которые внешние Которые на заборе не надо будет открывать Всё, ворота открылись Ворота открылись Заводим машину И просто сваливаем отсюда Уезжаем Всё Най Мы с вами сделали это Мы угнали машину Ну, ребят, это лайк Это лайк однозначно Причём, на удивление Мы справились без каких-либо проблем На удивление Мы обошли просто полицию Обошли буквально каждого, кто живёт в этом Как это произошло? Я не понимаю Ладно, давай, ответим на звоночек Мне нужна коробка передач и каталитический конвертер Отправишь через Блэкбэй, когда закончишь Ну, ладно, базар, вокзал Единственное, странно-то что Вот каждый раз, когда я на малейшей фигне как-то полился Просто То я дверь не закрыл То я что-то громко сделал Но тут, когда машина завелась Конечно, этого никто не услышит Естественно Как это работает, я вообще не понимаю Кстати, вы написали, что где-то здесь есть пасхалка? На... Да Вот она, ребята Узнаете, что это за бричка вообще такая, а? Это же наша первая машина В первой части, которая была Вы помните? Вот мы на ней, как раз, гоняли И всё вот эти вот делали Соответственно, дела Незаконные, а ну-ка Слушай, я нашёл эту машину в канаве Проверил двигатель и всё такое Сейф ГРМ перегорела Турбина испорчена Ну, в остальном машина выглядит прилично Оставь её себе Может быть, когда-нибудь Тебя найдут до неё Дойдут у тебя до неё руки То есть, мы её восстановить, типа, можем, да? Так, ладно Чё, давайте смотреть Чё мы можем сделать Вообще, в целом, с этим автомобилем Итак Снять коробку передач И каталитический конвертер Атосовать их через Блэкбой А как это вообще делать? Как это? Подожди Вот у нас есть обучение Существует три типа деталей Детали двигателя Подвески и колёса Чтобы снять детали двигателя Автомобиль не должен быть приподнят Чтобы снять детали подвески Необходимо поднять автомобиль Заглянуть под него Посмотреть на детали Затем нажать на Е Детали колёс снимается Если проб посмотреть на колесо и нажать Но, в целом, как будто бы всё понятно Соответственно, мы тогда Если нам нужно снять двигатель Мы её тогда не поднимаем Что нам ещё раз? Нам надо коробку передач Окей Так, это ремень Генератор А коробка передач У нас, по идее, где-то под двигателем Должна быть, да? По идее Я не сразу Возможно, я не знаю Этого точно Но давайте, наверное, будем разбирать Всё это, да? Так А, нет Стой, подожди Мы можем Ну-ка, вот это что у нас? Это аккумулятор Топливный бак Стальная Вот это у нас что? Автоматическая коробка передач Вот это вот как раз-таки То, что нам нужно Раз Болтик сняли Два болтик сняли Три болтик сняли И последний пятый Так, и теперь мы просто Отсоединяем От двигателя Всё, кайф Это мы Общая стоимость детали 3200 Нормально Слушай, вот это добротно Так, что нам дальше? Каталитический конвертер И это А вот Выпускной коллектор А вот это что такое? Я не понимаю Каталитический Конвертер Это что такое вообще? Это вот это? Нет, это Масляный Что это такое вообще? Подожди А, вот нашёл Спасибо Так, подожди Но мы его просто так снять не можем Ага Нам надо сначала снять что-то другое А как это сделать? А, может быть через низ? Да, это ж подвеска Поэтому нам надо приподнять немного машину Я правильно понимаю? Да, вот Всё, машину мы немного приподняли И возможно теперь Как раз-таки снизу мы Вот она Подвеска Да, всё Ну слушай Я как будто бы Это уже не первый раз делаю Реально Я настолько чувствую Понимаете Все вот эти вот элементы Что Ну вот серьёзно Как будто мы уже делали это миллиард и миллиард раз Так, соответственно Что? Всё Мы с вами разобрали нужные нам детали Единственное, что делать с остальными Я, честно говоря, пока не знаю Видимо, это остаётся всё мне И мы можем это просто снять и продать Но так или иначе Давайте смотреть Нам эти детали нужно отправить через Black Bay И это у нас автосопчасти Пожалуйста 750 баксов и 100 XP Это прекрасно Это просто отлично Так Давайте Отлично Эй Может попробуешь завершить пару контрактов На них можно неплохо заработать И набраться опыта Да Это не то, что, конечно, я рассчитывал Но сделать надо Чё, может пойдём тогда Быстро тачку разберём Всю прям Ну целиком, да А то чё это Она у нас тут просто стоять будет Ну зачем нам это, да Мы просто всё снимем Абсолютно все детали Но нам же это всё не нужно Понимаете, да Мы это всё как раз-таки продадим И заработаем на это много-много денег Вот, ребят Что вы просто понимали Я уже минут пять разбираю эту машину Я не знаю Тут настолько всё продумано Проделано Продетализировано Что я должен реально снять буквально каждую деталь Чтобы разобрать целиком и полностью эту машину И это просто жесть Мне осталось Вот колёса я снял Подвеску я снял Мне осталось только двигатель разобрать Но это всё равно Это прям жёстко, реально Потому что вот мне осталось стальную полку Вот этот двигатель Я не знаю вообще можно его снять или нет Ну вот в целом, что осталось Ну, на удивление машина, конечно Ну, странно, что нельзя всю прям разобрать, да? Ну, вот прям абсолютно всю. Вот это вот немного странно. Но что есть, то есть. Слушайте, ну, по-моему, всё. Вот это прям максимум, который можно разобрать. Поэтому, знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Вот, кстати, интересно, вот заодно и проверим эту тему, как это вообще работает. Вообще, перед началом мы с вами посмотрим на Блэкбэй. Возможно, сможем продать какие-то детали, потому что у нас их действительно сейчас очень... Ну, ой, ну вот это прям кайф. Две тысячи долларов и сто опыта. Найс. 750 долларов и 50 опыта. Найс. Но у нас, по идее, должны были ещё остаться какие-то детали. Подожди, стоп. По-моему, там был ещё какой-то контракт, который мы могли выполнить. Не, подожди. Автозапчасти. Не. К сожалению, больше таких контрактов нет, которые мы можем отдать прямо сейчас. Но, так или иначе, какие-то вещи у нас, по-моему, должны были остаться именно от машины. Я вот, ну, по идее, опять же, да? Какие-то... Ну, да, всё, что ли? Реально? Мы всё... Подожди. Ключ, добыча, план, инст... Реально, смотри. И мы, получается, прямо сейчас всё продали. Реально, прямо так оно и сработало. Ну, что ж, окей, хорошо. Тогда я просто хотел доехать до автосервиса и продать какие-то детали там. Возможно, бы они там просто продавались дешевле. Ну, что ж, сейчас наша задача завершить пять контрактов. Поэтому давайте посмотрим какие-то контракты у нас вообще в целом есть. И они, по-моему, у нас вот здесь вот находятся, да? Да, вот наш контракт. 107-й дом. Дом Харди. Украсть... Точнее, сломать стул. Вот что за контракт? Объясните мне, пожалуйста. Ну, типа, какой бред вообще, реально. Ну, то есть, я вор, я профессионал. И мне нужно пробраться в дом, чтобы сломать стул. Ну, вот где логика вообще? Объясните, пожалуйста, а? Ну, это же бред вообще, а? Сломать стиральную машину. Ну, вот тоже. Ну, вот для чего, скажите? Ну, вот что это за гений вообще вот делали такие задания? Скажите, пожалуйста. 106-й дом. Разбить окно. Ладно, окно разбить, еще понимаю. Но вот, блин, стиральную машину, это вообще полный бред. Уничтожить золотого оленя. 201-й дом. Блин, а, кстати, контрактов-то не так уж и много. А вот есть нападение. Подожди. Вырубить охранника. Покормите собаку мясо. Нифига себе. Так, подбросить улики. У нас тут есть пару таких заданий. Короче, сейчас мы будем быстро все это выполнять. Берем, конечно, эти заказы, потому что они максимально простые. И возьмем еще, наверное, какой-нибудь... Вырубить охранника, как его вообще... Давайте, ладно, тоже возьмем его, пофигу, пусть будет. И что еще мы можем сделать? Незаметно подбросить записку. 112-й дом, да? А вот, 101... А, нет, 101-й дом, он тяжелый, да? Там не так уж и все сложно. Сфотографировать интерьер будки охраны. А, ну вот, вот это тоже задание возьмем. Все, мы выбрали все нужные нам задания, так что поехали их выполнять. Так, хорошо, смотрите. Наше первое задание, это вот как раз-таки вот у этого местечка. Нам что нужно сделать? Нам нужно вырубить охранника. Я ни разу этого не делал, но я подразумеваю, что нужно просто ломом его ударить со спины и все. И сфотографировать интерьер будки охраны. Так что давайте осмотрим территорию, посмотрим вообще с какой стороны мы можем... Опа, и что у нас такое? Подожди. Нет, вот это вот плохо. Вот это реально очень плохо, то что мы начинаем днем все это делать, это проблема. Поэтому давайте, наверное, без этого. Давайте просто машину вот здесь... Хотя вот, ничего не произошло. Было лишь только маленькое обнаружение и все. Ладно, окей, попробуем сейчас это реализовать каким-то образом, пока не понимаю как. Не вижу никаких лазов, никаких вообще дыр в заборе, но кто-то вас узнал. Так в смысле кто-то меня узнал? Как меня узнать могли вы? Че, ребята? Так, ладно, ребят, в целом я готов. Мы тихонечку вот так вот приоткрываем дверьку, заходим внутрь дверьку, за собой закрываем, и охранник, по идее, должен находиться сзади. Мы поспали, мы специально... Вот охранник. Все, мы должны просто сейчас незаметно к нему подойти. Сейчас так и будет. Соответственно, какой план действий? Я специально купил там еще пару инструментов, потратил на это много денег, мы с вами дождались ночи, сейчас нужно просто тихоря вот так вот со спины к нему подойти. И... Вот ты и попал. Так, и давайте быстренько фотографируем фотоаппарат. Всё. И теперь просто уходим. Теперь просто убегаем. Теперь просто бежим отсюда, что есть мочи. Задание мы выполнили. И, кстати, заверши пять контрактов. Мы разве пять контрактов? Мы не завершили. Мы же сделали с вами контракт, разве нет? Странно, почему они не зафиксировались, хотя два задания мы с вами сделали. Может, это вообще не контракт? Вообще, по идее, контракт. Ладно, давайте сейчас подождем, пока полиция перестанет нас искать и будем возвращаться к нашим делам. Ребят, я дурак, я реально дурак, я, я понимаете, я не толк сделал, я просто сделал не то. Оказывается, все, что мы покупали до этого, оказывается, это были не контракты, это были просто задачи. А вот теперь мы реально берем с вами контракты. Итак, нам надо украсть больших предметов 0 из 5. Соответственно, давайте сделаем это. Короче, я, наверное, пропущу все эти задания, потому что это, ну, вы это и так уже много раз видели, поэтому я сейчас быстренько просто это выполню и, соответственно, мы продолжим, когда 5 контрактов будут завершены. Ну что ж, друзья, с этой секунды мы с вами завершаем последний контракт. Мы выполнили все 5, ровно 5, и за последний контракт мы с вами получаем деньги. Нужно было всего лишь пробраться в 109 дом и украсть там медную фигурку. Мы это, конечно, с вами сделаем. Потому что у нас даже есть ключи от этого дома. Все, соответственно, это мы с вами выполнили, а теперь давайте смотреть, что же нас ждет дальше. Ну что ж, так, слушай, мне нужен кто-нибудь для маленького непыльного дельца. Заодно смотришьте в новом районе порука. Франиклис 2004 в Хилвилле и оставь эту записку в гараже 2А. Что написано, не читай, заранее спасибо. Слушайте, вот нам дают все эти задания, как будто бы вот у нас есть выбор, понимаете, да? У нас нет выбора вообще никогда никакого, вообще никакого. Вот, кстати, сейчас у нас с вами 9 тысяч на руках, я предлагаю эти деньги положить в банк, чтобы вот, ну не дай бог, реально, вот не дай бог. Поэтому где у нас? Даркбэнк, давайте мы введем, соответственно, главный баланс вывести хранилище. Вот, мы с вами закинем, ну давайте он на косарика ставим, я думаю, косаря нам будет хватать если что на что-то, поэтому просто закидываем эти деньги в банк. Все, вы писали в комментах значит, что эти деньги трогать вообще нельзя на протяжении недели, и тогда там прибавится какой-то там плюс 7% по-моему прибавится. Поэтому будем хранить их, да? Ну что ж, поехали в новый райончик, так сказать, где живут богатые люди, где живут мажорчики вот эти вот ваши, да? Ну потому что по-другому и никак. Слушайте, ну интересно задание, все равно нужно просто подкинуть записку, но вот тоже интересно, нам сказали не читать. А что будет, если я прочитаю ее? Ну если нам реально дадут этот выбор. Так, нам нужен 204 дом, а где у нас 204? Я вижу 206, 205, а где 207? Аааа, подожди, я надеюсь это не тот дом, про который я сейчас подумал, потому что, когда мы с вами тут ездили, мы видели с вами один из... А, не, ладно, нормально, 204 не такой уж и большой на самом деле дом. Так, где бы нам припарковать машинку? Слушайте, на самом деле немного опасно, потому что в этом районе нас с вами еще ни разу не было, мы с вами тут еще даже никак не работали, поэтому... Четыре человека в маленьком доме живут! Там еще и машина, которую угнать можно... Аааа! Как я хотел уже наконец-таки приступить к большим делам, но что-то каждый раз как-то нам этого ничего... Так это, подожди! Так это гаражи вообще? Это даже не дома, это просто гаражи! Проникнуть 204 и оставить записку в гараже 2А. Вот этот гараж! Вот один человек у нас, мы видим... Он тут один вообще ходит, бродит или что? Или... Ха-ха! Подожди, стой! Ладно, я предположу, что если все эти гаражи закрыты, то, возможно, внутри... Внутри... Подожди, это тоже самый человек? Нет, вот, кстати, он пошел. Отлично! Как надолго, я надеюсь, надолго? Ну что ж, давайте смотреть! У нас сейчас есть уникальная возможность, как раз... Мы очень вовремя приехали! Прямо реально очень вовремя! Давайте смотреть! Так, с задней стороны никого нет! В этом этот гараж закрыт! Подожди, если этот гараж закрыт, то, скорее всего... Да, тут там никого! И все другие гаражи, соответственно, тоже, я правильно понимаю? Так, все! Миссия выполнена! Отлично! Спасибо, что делаешь в мою жизнь проще! Сейчас научись сломать электронику! Босса нужно украсть ноут, но он наверняка запоролил! Опа! Вот это я... Че, прочитаем записку? Ну вот капец интересно, что там написано! Я знаю, где ты живешь! Бульвар Хуан Табо, 6353, квартира 6! Отправь черный чемоданчик по адресу Мэдисон! Шантажирует людей! Ты смотри, че делает, а! Ай-яй-яй! У-у-у-у-у-й! Главное, чтобы эти ворота не открылись прям в тот самый момент, когда мы сейчас находимся тут! Вот это вот самое главное! Но, ребят, я не могу воспользоваться! Понимаете, я не могу забить на эту возможность! Надо обчистить все! Это естественно! Так, это мы забираем, это... Слушай, ну мне прям нравится! Вот это прям кайфовое задание! Подожди, я там еще тачку видел! Может еще... У-у-у-у-у-у! Вот такой гараж мне нравится! Вот это реально, это не гараж, а мечта! Ну, типа, каждый из нас наверняка в детстве мечтал вот о... Именно о таком условном уголке, где вы с друзьями просто собираетесь, типа, простраиваете какой-то план и все остальное! Я думаю, что, ну, такое было у каждого! Ставь лайк, если такое реально было! Блин, ну это кайф! Вот прикиньте, в детстве у вас вот такой же, понимаете, да? Кстати, мы какую-то игровую Nintendo нашли нормально вообще! Прикиньте, вот так вот вы с друзьями собираетесь здесь, чисто там потусей, планы пообсуждать! Ну, типа, это же кайф реально, а! Подожди, мне на секунду что-то высветилось, как будто мы сами что-то не подобрали! Или это книга? Ладно, возможно, это книга! Ну, слушайте, по-моему, из этого мы все вытащили, поэтому можем идти в целом дальше! Единственное, я вот, знаете, что мне интересно? Вот-вот-вот-вот этот последний гаражик, да? Или это был последний? Ааа, вот оно, а! Че, может, гоним машину? Ну, а, че, нет, а! Ну, все-таки, как-никак мы научились, раз уж этому делу, то грех не воспользоваться! Как раз внутри еще даже никого нет, поэтому... Блин, в рюкзак... А, тут еще и сейф, а у меня в рюкзаке места нет! Ладно, мы обязательно сюда вернемся! Ну, раз уж никого нет, мы вообще можем просто, но... Блин! Ладно, ладно, я... НЕЕТ! О, вот это плохо! Надо сваливать! Тихо! Что мы не так сейчас сделали? Видимо, надо было все-таки не так, да! Ааа, бежит владелец, бежит! Ваши... Нет, раскрыли! Все, уходим, 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 уходим! Все, просто бежим! Просто бежим, просто убежим, просто бежим, и все! Аааа, блин! Не смогли угнать машину! Че, может, подождем пока? Ну, просто тачку угнать, как будто бы надо! Как будто бы 100% надо! Там вот этот старенький Мерседес, но вот он прям нужен, понимаете, да? Блин, я бы еще заехал, все вещи продал, там еще столько всего богатого было в этом гараже, что нам надо было забрать. Там и сейф, там и шахматы, понимаете, да? Вот это было бы кстати забрать. Но мне кажется, что владелец... Ну, он как будто бы внутри сейчас будет, не? Или это вообще не владелец, был какой-то рандомный, просто гражданский, который просто мим пробегал. Как будто бы, да. Ну да, вообще всё, кайф. Так. Вы на частной территории. Так, быстро. Ага, раз, два, три. Всё, это мы с вами делаем. Всё. Машину мы завели. Гаражик сейчас быстренько откроем и просто уедем. Просто как будто бы у нас тут даже и не было, понимаете, да? Всё. И делов-то, собственно говоря. Всё, ребят, давайте, до свидания. Это ещё моя машина. Это я вот купил себе, заработал, да? Да, никто не верит, конечно, этому. Что я могу поделать с этим? Ну, слушайте, а почему... Кстати, вот знаете, что я заметил? Вот эти угнанные машины, они почему-то водятся именно от первого лица, не от третьего, а именно от первого. Вот это, конечно, интересно работает, да? Ну, слушайте, две машины за день угнали. Ну, разве, ребят, это не прекрасно, скажите? Ну-ка, давай-ка ещё раз просто взглянем на эту бричку, а? О! Слушай, а! Она задней... Да, вот там вот должна стоять. Вот она. Причём мы украли два стареньких Мерседеса, абсолютно одинаковых, но я думаю, что пусть пока эта машина стоит, я её чуть позже разберу, пока мне это не надо. Так, вот с вами там ещё надо заехать предметы продать. Давайте посмотрим на Блэкбэе, может, что-то сразу можем, так сказать, затусовать. А ну-ка, здесь у нас, как я понимаю, всё пусто. О! Отослать! Вот это прям то, что нам нужно. Здесь у нас... Ну да, больше ничего нет. Окей, тогда все предметы положу пока что вот в этот чёрный ящик, соответственно, да? А уже потом... Так, подожди, а как... Подожди, нет. Подожди, выжж... Подожди. Продать... Нет, я не хочу продавать. Ладно, окей, это мы чуть позже сделаем, тогда вот сюда-сюда просто всё закинем и всё. Так, добыча. Во, всё, вот это сюда, 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 сюда. Всё, мы это всё закинули, это просто кайф, пусть оно там и лежит. Так, чё у нас? Освоить электронику первого уровня. Давайте... Подожди, давайте смотреть. Подожди, я надеюсь мне... Да, у нас... У нас... А, не, у нас 7 очков ещё осталось. Я тут просто немного попрокачал персонажа, потому что у нас реально много очков и какие-то всё-таки прокачки, они действительно нужны. Так, электроника. Отключайте панели безопасности с помощью КПК. Взламывайте украденную электронику для продажи. Отлично. И изучаем. Ну что ж, давайте смотреть. Украсть ноутбук с конфиденциальными данными с 27-го. Босс ломбард. Ну-ка я. Достай мне ноутбук из дома 207, а потом разнести там всех к чёртям. Хотя ладно, так тебе идея. Просто достай ноутбук и разблокируй его. Да, уж окей, ладно, что. Ну, кто ж ещё, если не я, понимаете, да? Ну, а кто ж ещё? Так, нам надо на Хилл Уилл Стрит, поехали туда. Ну, ребят, понимаете, такие задания можно только мне давать, понимаете, да? Потому что, ну, другой никто не справится, да? Мы с вами профессионал, мы с вами знаем своё делу, как все наши 5-10 пальцев. Поэтому, как бы, тут, ну... А подожди, здесь тоже есть ломбард? Я чё-то его не видел. А походу реально. Подожди, стоп, надо заходить. Надо, надо сходить, проверить. Не, если тут есть ломбард, то это вообще имба. Типа, это прям реально. А ну-ка. Реально, смотри! Вот, кстати, интересно, знаете, как... О, равная цена. Знаете, чё интересно? Цена отличается, или цена везде, в всех, одинаковая? Вот. Это вот тоже было бы круто проверить, потому что, ну, было бы здорово, если был, словно, здесь. Здесь, раз уж это богатый район, то здесь бы всё-таки, ну, продавались какие-то предметы дороже, чем в других местах. Так, давайте, вон, машину парканём здесь. Ну, чё-то так, не привлекая внимания. Ну что ж, 207-й дом. Вот это уже заданится посерьёзнее. Давайте отметим первую камеру. Ага. Да, я забыл, надо было купить хотя бы какую-то информацию, наверное, по этому дому, но будем по классике делать, да, без каких-либо подсказок. Всё-таки, как-никак, мы с вами проходим всё это дело на хардкоре, поэтому так, ещё одну камеру я вижу. А-а-а! Ну-ка они... Как я это обожаю? Ну, вот, блин, собачке, конечно, это сложно. Но я надеюсь, она сейчас пойдёт в режим планирования. Совсем скоро она пойдёт домой. Ну, слушайте, как будто бы у нас... А, вон там ещё человек, смотри. Распорядок дня жильца изучен. Окей. Так, и она пойдёт скоро... Да, скоро она пойдёт в дом. Собачка у нас сейчас уходит. И это наш шанс. Как мы сейчас с вами сделаем? Мы сейчас с вами прыгаем вниз. Отлично. Нас не... Не заподозрили. Нам надо найти просто какое-нибудь окно, через которое мы сможем прол... Как?! Как?! Невозможно. Ну, невозможно! Как вы идёте отчего-то? Как?! Я в ловушке! Нет! Я в ловушке был! А как?! Блин, а вот это уже действительно сложное задание! Вы попались и потеряли половину. Ну, это уже классик. Ладно, давайте знать, что ещё как раз-таки дом появились. И вот это на самом деле правильное было решение. Так, нам с вами надо купить... Да, вот это там 204-й дом, да? 204-й. Это стоит 115... А, подожди. Опа, 115-й. Ломбард. О, погоди! Это я правильно понимаю? Смотри, на Мэдисон-стрит. Это... Это... Это не наша контейнер. Это... Это ломбардия вот этого, походу, да? Так, вилла... Вилла Ордов. А, нету, да? А, во, вот это всё. Я понял, как это переключить. Так, 203-й, 204-й. Нет, дожди. 206-й получается, да? 205-й, 206-й. Смотрите, какой нам дом ещё раз там нужен? Погоди. А, 207-й вообще! Вот! Блин, все дома перечислил, ни один не подошёл. Так, а... Вот это сюда, вот это сюда, 207-й дом. 201-й, 202-й, 203-й, 204-й, 208-й. Вот он, 207-й. Так, покупаем всю информацию. Информация о распорядке дня. Ну, а добычи... Ладно, купим, пусть будет, лишнего не бывает. Так, вот теперь, я думаю, мы можем нормально уже поехать туда, потому что у нас уже есть более детальная информация по, соответственно, распорядку дня, по тому, что вообще в целом там происходит. Поэтому, я думаю, сейчас у нас должно получиться. Так, ну что... Оооо! У нас прям полный распорядок дня. То есть, у нас есть лишь только вечернее время, когда оба человека, которые живут в этом доме, спят, но собака всегда стоит насторожен. И вот она как раз, китов, стоит. Вот, блин! Так, окей, хорошо. Отмечены две камеры, все ходные двери оборудованы электрозамком, в том числе и ворота. Задние ворота без электрозамка. То есть, нам точно надо заходить через заднюю сторону, да? Человек вооружён, игровой компьютер в кладовке. Айфон 2 в спальне. То есть, единственный вариант, как мы можем с вами зайти, это вот это. Потому что везде есть электрозамок. Соответственно, у нас вон там один человечек сидит, и вот тут у нас камера. И нам нужно 100% ждать, когда этот человечек уйдёт, чтобы мы могли пробраться внутрь. Поэтому, ждём. Да, как будто бы это наш шанс, но проблема заключается в том, что один человек спит, другой сидит в гостиной, и собака тоже в гостиной. И нам же надо с вами пробраться внутрь. Я пока не понимаю, как это нужно делать. Ну, давайте попробуем. Вот это уже реально хардкорная миссия. Нет такого ощущения вообще, а? Ну, как говорится, была не была. Вообще то, что... Ага, вот, ноутблок находится вон там. Где гостиная? Так, спокойно. Этот человек... Ага. Что, ага? Не надо. Не надо делать, ага. Не надо этого делать. Так, спальня, сон. Всё, два человека в спальне. Нам нужно каким-то образом пробраться внутрь. Я не понимаю, как это сделать. Аааа, ну что за тайминги? Ну что за тайминги? Ну серьёзно? Это бред. Так, закрываем с собой. Всё. Ему показалось, он никого не видел. Он никого не видел. Нет, это идиотизм. Я не знаю пока, как выполнять такие миссии, потому что в доме собака. Вообще... Ай, блин. Я знаю, что нам нужно сделать. Нам с вами надо купить... Этот... Сейчас, где этот магазин? Вот. Нам надо купить мясо для пса. Вот, что нам нужно купить. Единственное, я никогда этим не пользовался, но, как я понимаю, нужно просто кинуть его, скорее всего, да? Возможно. Тем самым мы отвлечём просто собачку на какое-то время. И как будто бы сейчас нам нужно уже начинать это делать, потому что... Какой я идиот. Какой я идиот? Я кинул мясо собаке прям туда, где я должен пройти. Ой, а что я сделал вообще, а? Ладно, давайте попробуем зайти, может быть, с этой стороны, я не знаю. Пока у нас собака там отвлечена. Попробуем. Почему бы и нет? Тихо. Всё, собака ест мясо. Нам нужно просто пробраться в дом. А мы не можем этого сделать. А как это сделать? Как? Тут... Тут я не могу открыть эту дверь. Я не могу ничего с ней. Как? Это... Нет, пёсель, ну я же тебя накормил. Я же тебя накормил, пёсель. Да за что? Я ещё дверь забыл. Да нет. Всё, я ухожу. Ребят, я ухожу. Всё, 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 всё. Ах, там двор. Патрулят сразу. Вы не можете уйти, да ё-моё. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Отпустите меня. Они прямо за мной бегут. Они бегут прямо за мной. Всё, Габелла. Это про... Всё, это Габелла. Я не убегу от них. Я просто не убегу от них. Я не убегу, я не убегу. Я знаю, что ко мне едет полиция. Я это прекрасно понимаю. А что мне ещё остаётся? О, вроде отстаём, кстати. Вроде бы. Вроде бы есть шанс. Вроде бы есть шанс уйти. Может, сейчас получится? Нет, вас всё равно преследуют. Ну отстаньте, пожалуйста. На полицейские. Реально. Всё, угомоните. Нет, я всё равно не могу уйти. Вон они. Может, мы сейчас Круголя просто дадим такого конкретного и снова вернёмся к этому дому? Вызвана полиция. Бегите или прячьтесь. А вот сейчас можем. Вот сейчас можем идти. Короче, я не знаю. У меня просто ну ноль мысли, как это можно сделать. Просто ноль. Я реально, я не понимаю, как мы можем это воплотить. Ну правда. Ну то есть, там собака, там жильцы. Как пройти? Дверь мы не можем открыть, потому что там электрозамки. То есть, соответственно, единственное время, когда они чем-то отвлечены, это ночь. Они спят. А днём мы не можем... А днём как раз-таки вот рельставни они по-любому открывают. И мы можем уже это делать. Ну днём как это делать? Ну давайте последнюю попытку сделаем. Если не получится, то я не знаю, что делать. Ну вот, смотрите. Эти ворота мы открыть не можем. Тут нужен КПК с функцией взлома. Соответственно, они, ну я не знаю, я правда не понимаю, у меня нету вообще точно планов в голове. Сейчас один человек находится на заднем дворе, собака на кухне у нас сидит. По идее, ну вот опять же, да, по нашей тактике, вот, у нас там девушка. А окна? А окна-то сейчас открыты. Собака на кухне. Задний двор. Рабочая комната. Стул. Блин, понять бы, где это всё находится вообще. Может всё-таки попробуем это сделать, не? Вот сейчас как будто бы. Попробуем просто аккуратненько. Отлично. Всё, теперь просто пробуем максимально тихо по стелсу это сделать. Тихо. Отлично. Так, собака в гостиной. Мы аккуратно с вами открываем окошко. Без... Ай! Тихо, тихо, тихо. Ай! Вы понимаете, какая ситуация вообще плачевная максимально? Это что же за... Как это... Я не понимаю, как это делать. Я не понимаю. Я просто на собаку чуть не наступлю, когда из окна вылезал. Сейчас в дом чуть не зашёл, там человек сидит. Так, рабочая комната, стул. Можем пока посидеть здесь. Во, это хороший план. Мы аккуратно закрываем дверь. Опа. А он много весит, да? Его надо таскать именно. Ну ладно, заберём вот это. Окей, тогда мы сейчас ждём чего? У нас человек, он будет работать до вечера, как я понимаю, да? И нам нужно дождаться момента, когда его не будет в этой комнате. И только после этого мы сможем пробраться туда. По идее, в эту комнату не должны заходить, потому что, ну что, это просто складское помещение и сюда вряд ли заходят. Поэтому мы сейчас просто ждём, пока человек... А, он ушёл. Коридор. А как, где коридор? Я вообще ж не понимаю, я не понимаю, у меня ж нет планировки этого дома. Ну он где-то рядом, судя по всему, да? Где-то рядом. Блин, ну мне нужно реально, как в ассасинах просто, вот эта вот подсветка, которая врагов, вот чтобы я через стены видел, понимал, кто где находится. Вот этого жалко нету в этой игре. Короче, я не знаю, что делать. Надо чё-то пробовать делать, потому что... Но он находится в коридоре. Коридор по идее, это краски. То место, где я был. И в столовой сейчас тоже женщина. Собака в гостиной. Короче, надо ждать. Точно! Они ночью, они ночью, они идут на улицу. Вот этого момента нам с вами надо дождаться. Так что просто вот пока мы с вами в доме находимся, пока у нас есть какой-то прогресс, мы будем стоять здесь до того момента, пока они не уйдут на улицу. Как будто бы сейчас самый идеальный шанс для того, чтобы выполнить нашу миссию? Собака и человек на ули... Тихо, тихо, тихо. Там кто-то в спальне начинает идти. Тихо, тихо, тихо. Собираем ноутбук. Уходим. Просто уходим. Просто уходим. Как? А как уйти? Вот окно. Вот через него. Ребят, вы не представляете, как мне страшно. Тихо. Все, вот теперь просто надо аккуратненько свалить. Так, у нас ванная, спальня и задний двор собака. Ай, блин. Собака через вот это пойдет, по идее, нет? Но там мы никак не пройдем, потому что там у нас закрыты ворота. Нам надо сто... Я знаю, что нам надо. Так, эээ... Так, подожди. Квик бай. Вот это. Мясо. Все, мясо есть. Так, мясо. Подожди. А что мясо? О, мясо. Собака у нас сидит у будки, по идее, да? То есть, если мы кинем вот так вот ей мясо, она должна отвлечься на него. Пожалуйста. Там человек. Короче, ладно, просто бежим. Быстрее. Давай, там чел сидит на саднем дворе. Все. Найс. Это просто жесть, что за миссия была. Это просто жесть. Мы ее сделали. Мы выполнили это. Ребят, если это не лайк, то я не знаю, что это такое. То через... Такой стресс, который я сейчас испытал, это просто ужас. Вы понимаете? Это просто жесть. О, я чуть реально там на собаку не наступил. Чуть не зашел в дом, в комнату, когда там сидел чел за ноутбуком. Просто мы на... Мы каждый раз с вами были на волоске. Просто на волоске. Но самое главное, мы не бросили это задание. Мы выполнили его и выполнили его успешно. С третьей попытки, конечно, да, но... Какая разница? Самое главное, что мы с вами это сделали. Так, теперь что? Взломать ноутбук дома и отправить его. Дома... Вот туда, по идее? Или куда нам ноутбук? А, во. Так, давайте взломать. Ой, так. О, я помню эту систему. Так, нам надо соединить, получается. Да? Ааа... Подожди. Нет. Вот так, вот так, вот так. Нифига. Так, ну по идее, всё. Взломали. Найс. Всё, мы ноутбук взломали. Теперь нужно просто его отправить через Блэк Бэй. Задание будет выполнено. Так, это у нас электроника. Отсослать. Косарь и 250 опыта. Найс. Так, чё дальше? Изучи пока специализацию, что ли. Там нужно подорвать контейнер. Я потом объясню, зачем. Освоить специализацию уровень 1. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом моменте мы будем заканчивать та же сегодняшняя серия по прохождению игрушки. Симулятор. Вот, часть 2. Я надеюсь, вам она понравилась. Вы поставили лайк и подписались на канал. Огромное вам спасибо за просмотр. Всего до скорой встречи. И всем пока-пока.